Тень от облаков движется Обожаю видеть, как движется тень от облаков Пушка-бомба Всем улах, салам алейкум и шалом Мы находимся на ферме Удона Сесерона Она называется Финка Филадельфия Я наконец-то разобрался, что значит Финка Финка в переводе с испанского Это ферма Это был мой первый полностью рабочий день На сборке урожая Нас искусали москиты Мы не были к этому готовы Мы начали И мы приступили к обработке ягод Вот эти ягоды мы собрали еще вчера Фактически тот рецепт, который я сейчас узнаю От Дон Сесерона Для меня это как рецепт каких-то домашних пирожков Он учитывает очень много факторов В какой день ягоды были собраны Если день был теплым Значит ферментация начинается еще в процессе сборки В тот момент, когда вы сорвали ягоду с кофейного дерева Процесс ферментации уже запущен Это для Дон Сесерона важно Благодаря этой информации он высчитывает время, которое потребуется для ферментации Мы оставили ягоды на ночь Сейчас мы с утра пришли Я опуская руку в центр, скажем так, этой кучи Там ягоды теплые Даже в некоторых моментах Даже не то чтобы теплые Температура выше теплого Лучше горячее Это значит, что ночью ягоды уже ферментировали И вот сейчас идет процесс депульпации Как сказал Дон Сесерон Он займет где-то около двух часов Мы уже запустили депульпатор Вот сюда мы скинули вчера все ягоды Видите, они потихонечку уходят А сама машина депульпатор Мотор к ним он просто сейчас принес из сарая Да, вот не знаю, видно вам или нет Но те ягодки, которые лежали на дне Они уже такие прям капитально подбродившие У них даже газ выходит И запах такой прям хорошей брашки Мы продолжим заниматься зернами Но забыл про то, что ферментация На же сети второй день, когда мы идем на сборку Посмотрите на Итку, как она запаковалась Конкретно ее на шерке И скусали комары И ее это больше всего заботит Сегодня, как вы видите, идет дождь Мы собираем прямо на склоне И я вчера несколько раз чуть не упал Чуть не покатился вниз А сегодня это все еще будет мокрое Будет скользить Хорошо, что у меня есть вот такие вот говнодавы Ну вот, ботинки высокой проходимости Так, точно просто надо, видели когда-нибудь такой листик Это не кока, Антон Вот сегодня уже третий день Когда я так прям плотно выхожу на сборку ягод И что я для себя усвоил Вот для меня вот эти люди, которые каждый день в 6 утра выходят В 5 вечера возвращаются домой в 7 часов ложатся спать Это люди с какими-то сверхспособностями По поводу особенностей самой сборки Все предельно понятно Задача сборщика поймать хорошего сборщика Поймать ягоду в нужный момент Собирать именно ягоды того цвета, которые должны Вот, и теперь я точно знаю, что когда я в России буду пить кофе Я буду вспоминать этих людей Потому что для меня их навыки, их работа это что-то вообще Дон Сусерон очень серьезно берется за экологию Вообще в Колумбии с раздельным сбором мусора полный порядок И даже на такой маленькой ферме люди собирают мусор раздельно Вот это те ягоды, которые мы собрали позавчера А вчера утром с 7 до 9 мы их депультировали То есть удалили от мякоти и кожуры И они ферментировались у нас 26 часов Без воды Все, после того, как мало я открыл воду Сейчас наш бассейн Жолк, как я его назвал, на Кавелине Наполнится водой, мы приступим к процессу промывания кофе То есть начнем в первый раз его удивить по кайфу А тут следующее поколение Это будущий кофейный мастер, надо с ним поддерживать связь Дедушка его всего научит, лет через 15 Это будет очень полезный связь Новый девайс с таким, но я еще не сталкивался Все, как говорит Дон Цесарон, больше мы мыть этот кофе не будем Самое главное было отделить его от плохих зерен и от мякоти Вот столько у нас получилось из мякоти плохих зерен после того, как мы через ситечко прогнали А вот это вот мы вымыли водой Он сказал, что он больше мыть не хочет, потому что чем больше ты моешь, тем больше сладости из кофейного зерна уходит А он хочет, чтобы его кофе был сладкий Ну и вот процедура с ситом, это была последняя процедура Все, мы собрали весь кофе по мешкам У нас получилось раз, два, три, четыре, пять Пять мешков и еще чуть-чуть Это в общей сложности где-то 230 килограмм Все, этот кофе готов отправиться на сушку Все, вот так Дон Цесарон сушит кофе Ну, вроде бы без сетки Здесь такая перфорированная сеточка для того, чтобы была вентиляция Вот здесь, в таких условиях, кофе будет сушиться порядка 20 дней И крыша Дон Цесарона в первые дни будет ее накрывать Для того, чтобы солнце было не таким интенсивным И кофе не сох, не высыхал очень быстро Эти процессы Дон Цесарон тоже регулирует Я на самом деле приложился, когда мы из мешков вытряхивали Я думаю, надо вытряхнуть вот таким ровным одним слоем Думаю, это важно На самом деле это не важно Потому что нам сейчас сказали просто раскидать весь этот кофе на патио Вообще не очень удобные грабильки для того, чтобы раскидывать так Крукумового вон вообще Ты балуешься, так у нас не получится вкусное Давай, вставай, вставай, давай, борись Вот так вот вместе с сытком мы прошли все стадии производства кофе Начинают сборки урожая Затем через дипульпата пропустили Подождали 26 часов, пока кофе ферментировался После этого промыли его и выложили на патио Я первый раз вижу, как кофе сушится на патио Видите, он за моей спиной ровным слоем его аккуратно уложили А вот здесь у Дона Цесарона будущие кофейные деревья Вот в этих мешочках они пробудут около 3-4 месяцев Потом они из них просто-напросто Корень будет уже такой большой, что росток просто не будет помещаться И тогда его пересадят уже непосредственно на место его постоянного проживания в ближайшие лет 20-30 Общий процесс первой плоды Эти кофейные деревья, это розовый бурбон Дадут примерно через 26-28 месяцев Где-то через 2,5 года Вот эти вот маленькие росточки будут радовать нас вкусным кофе Продолжение следует...